Привет, я Олеся Медведева, это новый выпуск Ясно-понятно блога на канале Страна Юэй. Доставайте уже свои шуточки за 300, потому что сегодня Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект, который из 450 депутатов делает 300. То есть это все по-вашему смешно? Ну, в жизни всегда должно быть место юмора. Да, да, должно быть, я понимаю, конечно. Я одного не понимаю, сколько будет 150 умножить на 2, а остальное я все понимаю. 300! Отб***ься у тракториста. Это законопроект под номером 1017, и его проголосовали пока только в первом чтении. Проголосовало всего 236 народных избранника. Голосов монобольшинства для принятия этого закона не хватило. И приняли его в итоге лишь при помощи голосов фракции «Оппозиционная платформа за жизнь». Этим документом предлагается изменить две статьи Конституции Украины – 76-ю и 77-ю. Полезли гуглить, что за статья? Нет? Первое главное изменение – это уменьшение количества народных депутатов Украины, сидящих в Верховной Раде Украины с 450 до 300. А также добавление в условия избрания постоянное проживание в Украине на протяжении 5 лет, а также знание владения украинским языком. Во вторую статью записано, что Верховная Рада избирается по пропорциональной избирательной системе. То есть отменяется полностью мажоритарка, которая, как известно, является основным источником коррупции в регионах на момент избирательного процесса. На каждом конкретном округе людям куда легче обеспечить себе скупку голосов, чем в масштабах всей страны. Прикармливаешь себе округ, насыпаешь всем, люди тебя выбирают. Так делали на протяжении уже очень многих лет самые разные депутаты. Также в переходных положениях отмечено, что нынешний состав Рады и избраны по смешанной системе продолжат выполнять свои полномочия до следующих выборов. Очередных, любовь неочередных. Документ еще этот должен пройти второе чтение на сессии, которое будет следующей осенью. И для этого нужно уже будет 300 голосов, поскольку это изменение в Конституции Украины. Тут большинством не обойдешься. Я все-таки предлагаю проанализировать немножко подробнее данные изменения. Нам в этом поможет Мария Романова. Смотрите до конца и все станет ясно и понятно. По поводу числа 300 действительно уже породилось много всяких разных фотожаб. Но самую главную пародию на это все, наверное, сделал все-таки 95 квартал во главе с Владимиром Зеленским. Тогда еще и называлось это все, по-моему, 300 еврейцев. Но мы не антисемиты, мы за юмор в принципе. Но там было очень смешное вступление. Его я не вставлю, потому что 95 квартал банит. Банит. Удаляет целое видео за то, что вставляешь их в резки. Поэтому не будем. В принципе, сокращение количества депутатов пытаются подать як перемогу. Потому что это якобы сэкономит бюджетные средства на расходы депутатов как минимум. Но в сравнению с премиями, которые выплачивают заместителям министров или членов наблюдательных советов, эти 150-200 тысяч гривен, которые тратятся на одного депутата ежемесячно, это его там зарплата плюс помощники, плюс компенсации за всякие-всякие штуки, это не совсем прям такие заоблачные суммы в сравнении по итогу получается. Более интересна вторая часть этих изменений по закреплению отмены мажоритарки в Конституции Украины. По этому поводу уже, конечно же, успели возмутиться мажоритарщики. И, казалось бы, почему? Ведь, по сути, у нас мажоритарка и так отменена, ведь президент подписал уже, президент Зеленский, новый избирательный кодекс, по которым выборы в парламент проходят исключительно по открытым партийным спискам. Однако в Раде уже давно ходит слух, что очередные, ну или же внеочередные выборы в Раду по этому новому кодексу проходить не будут. Слишком много к этому документу претензий. И что будут новые законы, в которых вполне возможно будет восстановить мажоритарку, ну при большом желании. А если мажоритарку закрепят в Конституции, то восстановить ее будет уже куда сложнее. Вообще, голосованию за этот проект предшествовала такая себе внутривидовая борьба между разными группами влияния. Категорически против этих изменений выступили депутаты-мажоритарщики «Слуги народа». Например, Александр Дубинский из «Слуги народа» категорически против таких изменений. Аргументы его следующие. Благодаря мажоритарке местные бюджеты, сохраняя часть доходов от акцизного сбора и получая деньги на социальные и инфраструктурные проекты, также решаются вопросы ТГ и происходит очищение силовых структур на местах. Также Дубинский говорит, что мажоритарщики более независимы в своих отношениях с руководством фракции, в отличие от депутатов, избранных по списку. Не был согласен с такими изменениями в Конституцию и депутат-мажоритарщик, все той же «Слуги народа» Макс Бужанский. Интересно, что обоих этих депутатов негласно относят к внутрифракционной группе, близкой к олигарху Игорю Коломойскому. И Дубинский, и Бужанский сегодня проголосовали против этого законопроекта. Так же, как и многие другие депутаты от так называемой Коломойской группы. Всего в «Слуги народа» этот документ поддержали 197 депутатов. Немного, скажем так. Трое выступили против, 17 воздержались. Не голосовали 14 депутатов, а отсутствовали 16. У них были какие-то более важные дела. Помогли принять этот законопроект депутаты от фракции «Оппозиционная платформа за жизнь». Казалось бы, да? За проголосовало 35 народных избранника. И, в принципе, позиция по платформе в этом вопросе вполне логична. Ей выгодна отмена мажоритарки и переход на пропорциональную систему. В такой ситуации идеологически родственные ей силы из Харькова или, скажем там, Одессы, не будут иметь возможность вести своих людей по мажоритарке. А вынуждены будут выбирать, по чьи партийные знамена им становятся. Ну а тут уж, если идеологически близкие, то и выбирать, по сути, не приходится. И некоторые весьма вероятно присоединятся к АПО-платформе. Тем более, что неудачный опыт похода на выборы АПО-блока у всех перед глазами. Все остальные фракции, Евросолидарность, Батькивщина, Голос, воздержались или голосовали против. И возникает вопрос, а зачем нужны были эти правки, действительно ли они нужны и насобираются ли голоса, а именно нужно будет 300 голосов, для того, чтобы проголосовать этот законопроект во втором чтении. Лозунг сокращения числа нардепов муссируется совершенно разными политическими силами уже очень много лет. Это очень популярная в народе тема, согласитесь, да, сокращение количества депутатов-дармоедов. И экономия за этот счет средств бюджета. Поэтому основная претензия депутатов к этому законопроекту, это не уменьшение количества депутатов, а отмена мажоритарки. Не секрет, что сейчас по мажоритарке имеют возможность пройти лишь те люди, те кандидаты, которых поддерживают местные элиты. Исключение было одно на этих выборах, когда почти во всех округах победили кандидаты от «Слуги народа». Могла победить и табуретка. Ну, в некоторых случаях этих людей можно назвать табуреткой, простите. Все за счет популярности бренда партии и самого Зеленского. Опять же таки, даже среди них многие оказались не случайными людьми абсолютно. А активно поддерживались, иногда негласно, местными, всякими там князьками и олигархами. Многих кандидатов по мажоритарке вел, ну, считай, Игорь Коломойский. А ряд слуг народа, которые избирались в Одессе, как потом оказалось, связаны с таким влиятельным бизнесменом, фамилия которого Галантерник. Что касается внепартийных кандидатов, ну, давайте будем откровенны, там тоже есть много людей Коломойского, Авакова, агроолигарха Веревского. Из них созданы подконтрольные выше указанным лицам группы, депутатские группы «За будущее» и группа «Доверие». Голоса их депутатов активно используются кураторами для торгов с властью, с правящей партией. И даже те депутаты, которых эти кураторы провели по мажоритарке от «Слуги народа», часто не прислушиваются к требованиям партийного руководства и найти на них управу в принципе сложно, а то и нельзя. Они ведь в любой момент могут выйти из фракции, при этом сохранив свой мандат. Естественно, что кураторы не хотят терять такой инструмент важный, как мажоритарка. И несмотря на то, что она якобы и так была отменена, уже в избирательном кодексе нового ее не было. Ее ведь можно в любой момент вернуть, переписав закон. Именно поэтому перспективы принятия изменений в Конституцию, то есть голосования за этот закон во втором, чтений крайне сложные, но не безнадежные. Во-первых, отмена мажоритарки выгодна нынешней власти, так как позволяет на следующих выборах чувствовать себя чуть менее зависимой от олигархов. Во-вторых, это выгодно крупным партиям, под знамена которых в случае отмены мажоритарки будут вынуждены переходить местные элиты. Во время первого чтения это уже проявилось через голосование по платформе, а ко второму чтению могут в принципе поработать и с батькивщиной. Да и с частью не голосовавших слуг народа. 16 из них вообще просто не пришло, как минимум. И если проголосует больше слуг, проголосует оппозиционная платформа, плюс батькивщина, тогда голосов может хватить в принципе. В-третьих, сокращение числа депутатов, а также отмена мажоритарки, который уже давно считается одним из основных источников политической коррупции на выборах. И вещь довольно-таки популярная в народе, что, собственно, добавляет аргументов сторонникам изменений в Конституцию. С другой стороны, нынешний избирательный кодекс, который вводит выборы в Раду по открытым партийным спискам, безусловно, нуждается в доработке. Так как эти открытые списки по сути скрытая мажоритарка и тем не менее оставляет поле для коррупции. Ну и, конечно, еще из минусов в политику будет попадать еще сложнее. Но тут, конечно, вопрос дискуссионный. Лучше пусть попадают профессионалы, но в небольшом количестве, чем абы кто в большом. Дальше будут, конечно, еще определенные доработки, ведь количество депутатов в 450 не просто так было выбрано, а в зависимости от количества граждан Украины, а граждан Украины у нас стало меньше. Вот такие вот дела, друзья, посмотрим, что там будет дальше. И, конечно же, обо всем об этом расскажем вам. Не забывайте писать свои шуточки за 300 в комментариях под этим видео, подписываться на канал, а также не забывайте, что теперь у нас есть своя страничка на Патреоне, где вы можете поддержать наш проект. Ссылочку я оставлю, конечно, в комментариях и в описании к этому видео. Совсем скоро с вами снова увидимся. Пока!